Друзья, всем привет, с вами снова я, Марк Легобой, и это мой очередной влог. Сегодня я буду снимать видео с обзором на PolyBest 30-121, 16 лет, и это Грэм. Из тачек, Disney у нас тут логотип, логотип тачки 2, и логотип Лего, здесь у нас Мэтр, и Молния Маквин, и здесь у нас сам Грэм. Да, ничего не интересного, просто один к одному отношение колеса, так же всякие надписи, внимание, осторожно и так далее. Ну и так же сайт. Открываем наш PolyBest по стандартной схеме, чтобы сохранить пакет. Вот так мы отрезали палочечку, и давайте высыпем здесь детали, здесь, я так понимаю, будет много деталей. Да, колесики укатываются, не страшно. Да, как вы можете видеть, для этого PolyBest здесь достаточно много деталей, здесь большая инструкция. И давайте посмотрим, что у нас тут есть за интересные детали. Во-первых, в глаза бросается эта деталь уже с принтом. Здесь у нас, можно так сказать, лицо, лобовое стекло самого нашего Грэма. Здесь, в принципе, ничего интересного. Из-за того, что, да, здесь есть вот такие вот и склоны, так же здесь есть и такие обычные кубики. Два на три. Здесь интересные тоже такие стекла. Ну и много красных деталей. В принципе, они могут приводиться для какого-нибудь там, из строя пожарных участок, или какую-нибудь базу, к примеру, из каких-нибудь там Space Classic. Вот у кого есть наборы, я их тоже очень хочу купить. Такие, которые старые, достаточно прикольные. Инструкция у нас очень необычная. Просто она большая, нестандартная. Здесь мы собираем набор. Сзади мы его тут собрали. И здесь у нас есть вариации других наборов. Здесь у нас идет первый набор 84-24. Здесь еще другой есть набор 84-26. И самый большой набор 84-87. Такой набор, кстати, достаточно неплохой. Такой можно было бы и приобрести. Но давайте начнем собирать нашего Грэма из Тачек 2. Так, мы берем вот эту деталь. Уже она совмещена, то есть 3х4 совмещена с деталями для скрепления колес. Значит, мы берем деталь. Кубик, точнее, прикрепили уже. Желтенькая деталь. Назад зелененькая деталь. Теперь мы берем... Сюда уже идет дизайн. Красные детали. И еще, еще, еще. Что нам надо? Что нам нужна эта деталь? И где она? А, она не нужна. Понял? Значит, мы вот так вот делаем. Невнимательно собираю. Ничего страшного. Теперь. Сзади деталь, чтобы оградить наши колеса. Далее мы используем две вот таких деталей. Также и наперед они пойдут. Так. Далее у нас в бой идет такие детали. Такие детали. У нас будет, я так понял, в роли бампера. И, как я понял, одна деталь у нас запасная. Вот такая красненькая плиточка. Тоже очень пригодится. Так. Следующее. Мы собираем бампер спереди. Значит, используем такую необычную деталь. Здесь у нас тоже идет с принтом уже деталь. Далее идет синяя деталь. Вот она. И две детали склонов. Которые как раз одна запасная. Это очень хорошо. И как раз в мою постройку она пойдет. То есть достаточно супер. Так. Теперь мы используем такую деталь 2х4. Обычную высоту единица. Берем желтую деталь. Далее два кубика. Далее используем вот такие детали. Закрываем все полости. Теперь используем вот такую деталь. Клеим у нас зад. То есть зад вот такой вот у него получается. Спереди что нам требуется. Нам нужно сюда приставить вот эту деталь. Правильно все делаю. Да, вроде бы по схеме. Далее сюда. И вот сюда. То есть вот у нас какой он получается. Переворачиваем нашу инструкцию. И смотрим. Сейчас мы будем делать крышу. То есть здесь в принципе осталась полость. Не знаю зачем. Можно что-нибудь туда будет класть потом. В последствии каких-нибудь построек или игры. Так. И давайте делать колеса. Вообще я не люблю собирать такие детали. То есть или какие-нибудь конструкции. Где нужно будет повторять. То есть строить еще раз там. Ну то есть 2 штуки. 3 особенно они попадаются в больших наборах. Там где к примеру надо построить 6 ног. Или я не знаю 4 колонны. Это немножко раздражает. И я такое не люблю. Ну вот здесь к сожалению только такие колеса. Точнее к счастью. Поэтому ничего в принципе сложного нет. Теперь мы газовую маску делаем. Так. Забыли наверху такую деталь. Значит у нас стекло будет голубого цвета. Прозрачно-голубого естественно. Здесь у нас идет все по стандарту. По стандарту такие детали. Так вот у нас маска какая получилась. То есть она так от него так немножко отстает. Не прям прилегает к его лобовому стеклу. Немножко отстает. Но все равно он все видит. Последнее что нам осталось это у нас ту-ту-ту-ту-ту. Сама пушка из которой вылетает огонь. То есть такой огнемет. В этом наборе у нас две запасные детали. Это серая деталь склон. И плиточка один на один красненькая. Откладываем мы в сторону. Давайте сначала сложим нашу инструкцию. Тут уже все в коллекцию. Вот сейчас мы правильно можем складывать. Да, вот мы это все откладываем. И также наш пакет тоже все откладываем. И вот какой у нас получился набор. Достаточно неплохой. В принципе он такой играбельный. С ним можно и поиграться. Если у вас есть естественно остальные тачки. Я себе вот приходил бы прикупить. У меня в городе есть один набор. Там то есть три в одном идет. Три набора в одном. Там около десяти. Нет, не десяти вру. Около пяти-шести машин. И то есть их там около тысяча девятьсот рублей стоит. И с ними можно так какую-нибудь неплохую сценку сделать. Или мультик. Ну вот у нас как получается наш Грэм. Он у нас злой. То есть он один из злых у нас. Ну он не главный герой. Но их таких много машин было. Ну он такой соучастник, можно сказать. Значит масочка у него вот так отходит. И заново так приходит. То есть такой механизм у него дали. И у него еще его этот огнемет так двигается. Но мне кажется это не функция. Ну вообще так просто должно стоять. Функция здесь только одна. Это поднимается и опускается у нас маска. То есть как мы по фильму видели. Сначала он был вот так. И они ехали за агентом. И потом он резко включал огнетушитель. И огнемет точнее. И так на себя маску. Ой на себе так маску. Раз. Прикольно. Достаточно эпично выглядело. Взади ничего интересного. Четыре колеса. Снизу тоже ничего интересного. Но так она достаточно приятно ездит. У него так колесики в принципе одни из моих любимых. Скоро буду снимать отзор на черепашек ниндзя. Именно на машины и всякие транспортные средства черепашек ниндзя. И вы поймете почему я очень люблю эти колеса. Я расскажу. Ну а так это в принципе был мой весь влог. Следующий полюбек который я буду собирать. Это будет у нас Макс. Я как понял это уже будет влог небольшой. Но я думаю что не найду чем его занять. Потому что у меня привезли еще новые посылочки. С деталями. С наборами. Поэтому ждите обязательно следующего влога. А так спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на мой главный канал. Подписывайтесь на мой. Этот канал. Также заходите в мою группу вконтакте MarkLegoBoy. Там много новостей выходит почти каждый день. Ну и в принципе всем спасибо за просмотр. И пока.